Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Сегодня, в первую очередь, я хочу обратиться к украинцам и рассказать о быстром, простом, надежном и вообще замечательном способе уехать в Канаду. Кто-то обязательно скажет, что такого не бывает, что нужно иметь высшее образование, нужно быть молодым чуть ли не 20 лет, нужно, наверное, быть обязательно инженером и прочее, прочее, прочее. А, нужно обязательно еще иметь кучу денег, нужно обязательно нанять иммиграционного адвоката и по-любому какие-то еще отмазки придумают люди, для того лишь бы не сделать первый шаг и поменять страну своего проживания. Я хочу сказать, что это все мифы, что это все ерунда, и реально, действительно, уехать в Канаду и уже десятки людей воспользовались тем способом, о котором я сегодня расскажу, и уже живут в Канаде. Интересно? Поехали! Если вам задать вопрос, в каком городе Канады вы бы хотели жить, то, наверное, с большой вероятностью вы бы сказали, что я бы хотел жить в Торонто или в Ванкувере, или на худой конец в Оттаве, или в Монреале. Ну, очень-очень маленькое число людей сказало бы, я бы хотел жить в каком-то маленьком городе или малопопулярной канадской провинции. Проблема в том, что большинство иммигрантов хотят переехать в Торонто или Ванкувер, и очень маленькое число хотят ехать в такие малопопулярные провинции. И правила иммиграции в Торонто, в Ванкувер, они очень-очень сложные и практически нереальные для украинцев, по той причине, что украинцы обычно плохо знают английский язык. Но если взять малопопулярные провинции, то у них свои собственные правила, собственные требования к иммигрантам, и они такие очень-очень простые. И как раз одна из таких провинций, о которой я бы хотел сегодня поговорить, она имеет название Нью-Бранцвик. И они некоторое время назад запустили специальный пилотный проект, он всего лишь на два года, где они отбирают несколько тысяч людей, которые могут переехать, жить и работать в Нью-Бранцвике. Ну, требования к ним минимальные. Население провинции Нью-Бранцвик небольшое, поэтому представители этой провинции вместе с работодателями вынуждены ездить по разным странам мира для того, чтобы найти себе специалистов. В прошлом, в 2017 году, они два раза были в Киеве, как раз отбирали себе работников. И вот сейчас, в 2018 году, летом, они в очередной раз приезжают. Это вообще уникальная возможность вам сразу найти работу. Просто смотрите, когда вы просто подаете документы на миграцию, они там рассматриваются год, два или там даже больше. Вы потом переезжаете в Канаду, и вы вынуждены искать работу. Непонятно, сколько это займет времени, вы тратите, тратите деньги просто на жизнь. А тут обратная ситуация. Сперва вы находите работу, то есть вы подписываете рабочий контракт, находясь в Киеве вообще, переезжаете туда, через какое-то время можете забрать свою семью, вы получаете ПМЖ, и уже вправе вы менять провинцию. То есть вы можете ехать или в Торонто, или в Ванкувер, ну, куда угодно, или, конечно, можете дальше работать в Нью-Бранцевке. Но это просто супер, и за это надо цепляться. Если бы я не жил в Канаде, я бы обязательно воспользовался этим способом. Давайте поговорим теперь о требованиям кандидата. Первое, наверное, самое основное, вы должны быть специалистом определенной профессии. Когда представители провинции вместе с работодателями ездят по миру, по разным странам, то список профессий, он постоянно меняется. И я не буду заморачиваться, рассказывать о том, кто нужен именно сейчас. Потому что если вы смотрите этот ролик в записи, все, скорее всего, поменяется. Я лучше в описании к этому ролику размещу ссылку на документ, где буду указывать самые-самые проходные, такие востребованные профессии. И вы в любой момент сможете тогда узнать, подходите вы или нет. Второе требование. Вам обязательно нужно знать английский язык. Никто не требует свободного владения, хотя бы на таком среднем, ниже среднего уровня. И чтобы подтвердить знание языка, вам надо будет записаться на сдачу международного языкового теста IELTS. Кто не знает, это такой языковой тест, который нужен для эмиграции в Канаду, в Австралию и в некоторые другие страны. Тест состоит из четырех модулей, и в конце вы получаете оценку. Эта оценка для эмиграции в Нью-Брансвик должна быть не ниже 5.0. А для участия в информационной сессии достаточно будет всего лишь 4.0. Это ерунда. Если вы вообще не знаете английского языка, то не расстраивайтесь. Вы сейчас можете взяться за язык, начать заниматься плотненько, конечно, каждый день, и за год вполне реально с самого-самого нуля выучить язык до такого уровня, как 5.0. И вы не сейчас попадете на информационную сессию в провинцию Нью-Брансвик, а, возможно, через год, если эта информационная сессия будет еще проходить. Третье требование касается вашего образования. Не нужно быть доктором каких-то наук или иметь магистрскую степень. Вам просто нужно будет заверить дипломы, документы о вашем образовании в одной из канадских организаций, для того, чтобы люди, работодатели увидели, что вы подходите. И четвертое требование, тоже очень серьезное и тоже очень-очень халявное, можно сказать, по сравнению с другими программами эмиграции в Канаду, вам надо будет показать на банковском счету необходимое количество денег. Денег нужно в зависимости от количества людей в вашей семье. И там, ну, ерунда, ну, действительно ерунда по канадским меркам. Например, на семью из трех человек у вас должно быть менее, чем 5000 канадских долларов, а в американских долларах еще меньше. Если посмотреть какую-то федеральную программу эмиграции, у вас там должно быть 10, 15, 20 тысяч долларов, то есть далеко не каждый человек может обладать такой суммой. А Нью-Бранцвик, как я сказал, 5000 долларов всего лишь. В общем, если вы действительно хотите уехать из Украины или из России, Казахстана и так далее, то это уникальная возможность. Я не думаю, что много людей согласятся приехать в Киев для того, чтобы участвовать в такой информационной сессии. Но, тем не менее, знакомый парень, он прилетел вообще из Польши, он записался на информационную сессию в Киеве в прошлом году, он успешно прошел, он успешно подписал рабочий контракт, и вот сейчас он, наверное, уже живет в Канаде. Кстати, я немножко не рассказал про процедуру, как все происходит. Если вы удовлетворяете всем требованиям, вам надо подготовить резюме на английском языке. Далее вам надо пройти регистрацию на сайте Нью-Бранцвика, и если все будет хорошо, то вас пригласят на информационную сессию. Вам скажут, в какое время и в какое место нужно приехать. Далее вас ждет собеседование с реальными канадскими работодателями. Если вы его проходите, то дальше вас попросят заполнить какие-то дополнительные анкеты. После прохождения этого же второго этапа вы получаете джоп-офер, то есть предложение о работе. Далее вы прилетаете в Канаду, и один член семьи, то есть пока что без семьи, и вы получаете work permit, то есть вы реально работаете в Канаде, опять же повторюсь, за канадские зарплаты. Если вы там работаете в Канаде где-то 6-8 недель, и все хорошо, вам нравится работа, работодатель вами доволен, то далее можно уже пригласить вашу семью, то есть жену, к примеру, и детей. Жене оформляется open work permit, то есть открытая рабочая как бы виза, и она может работать в Канаде где захочет. Дети до 5 лет, они приезжают по обычным визитерским визам, то есть как, не знаю, как обычные туристы, а детям старше 5 лет оформляется study permit, то есть они могут учиться. И вот, и вы таким образом работаете, ваша жена работает, дети ходят в садик, дети входят в школу. После того, когда вы, не знаю, наверное, где-то до года работаете в Канаде, то есть вы в Нью-Брансвике работаете, вы подаетесь на ПМЖ. Получаете ПМЖ и уже вправе решать, в какой провинции, в каком городе вам дальше работать и жить. После того, когда вы с ПМЖ 3 года живете в Канаде, если вы никуда не выезжаете, вы можете подаваться на гражданство. Получаете канадский паспорт и вы уже, можно сказать, белый человек. Когда вы в первый раз прилетаете в Канаду на работу, то вас, скорее всего, встречают, вас могут поселить в какое-то бесплатное жилье. Вам даже могут выдать машину на несколько человек, именно чтобы вы там перемещались. То есть это так Нью-Брансвик заинтересована в работниках, и так она их принимает. И это действительно правда. Я просто познакомился с одним парнем, который эмигрировал в Нью-Брансвик таким образом. И если этот ролик наберет 100 лайков за одну неделю, я возьму с ним интервью, он более подробно расскажет, как происходит встреча вас в аэропорту и дальше поселения и так далее. Он говорит, что раньше, когда только этот пилотный проект начинался, больше было внимания к украинцам и другим национальностям. Сейчас уже видят вот эти представители провинции, что уже такое внимание не требуется, и немножко так бы все ухудшается условие. Но тем не менее, этот парень, он сам встречает таких людей, он им рассказывает все, что и как, и даже помогает, наверное, по каким-то таким бытовым и рабочим вопросам. И повторюсь, что ставьте лайк, ролик набирает 100 лайков за одну неделю, я беру с ним интервью. Сейчас самое-самое важное, это чтобы вы подходили, ваша профессия подходила к требуемой. Повторюсь я в очередной раз, что ссылка будет в описании на документ, где будут прописаны все требуемые профессии, все специальности, все другие требования по деньгам, по знанию языку и так далее. И вы сможете этот скачать документ. Далее, если вы сомневаетесь, что вы не сдадите английский язык, я рекомендую пройти простой бесплатный тест английского языка на нашем сайте, который примерно определит ваш уровень английского языка. Если вы увидите, что результаты такие нормальные, уже дальше можно будет записываться на сдачу IELTS. И обращаю ваше внимание, что на эту июньскую сессию нет такого требования, чтобы у вас уже сейчас был результат сдачи IELTS и результат заверения диплома. Но, с другой стороны, я точно знаю, что у тех людей, у которых уже есть IELTS, и у тех, у кого есть заверенные дипломы в канадской организации, у них больше шансов, так как они показали, что они действительно заинтересованы в Канаде, и работодатели к ним лучше относятся. Поэтому, чем быстрее, чем раньше вы начнете вот этим всем заниматься, тем быстрее вы попадете в Канаду. Может быть, не в июне, может быть, в сентябре или в октябре. Я надеюсь, что еще осенью будет такая информационная сессия вместе с работодателями. Ну, в общем, ребята, ну, пожалуйста, не сидите там дома, не страдайте фигней, учите английский и занимайтесь всем. На этом все. Я желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик там поставьте, чтобы не пропустить выпуск таких новых полезных роликов. И до встречи в Канаде!